Добрый день, уважаемые телезрители, ульяновцы, в первую очередь любители спорта. У нас сегодня в гостях Андрей Шокин, абсолютный чемпион мира и Европы по вади-билдингу среди профессионалов. В его карьере более 30 титулов. Андрей, но какой самый ценный для вас? Здравствуйте, дорогие друзья! Самый ценный для меня титул – это «Мистер Вселенной среди любителей». В 2014 году я его выиграл и шел к этой мечте всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. Потому что мой кумир Арнольд Шварценеггер это именно вдохновил меня, и это был самый главный титул в первую очередь. Потом уже пошли другие победы среди профессионалов. И мне хотелось тоже получить этот титул. Поэтому самая ценная победа для меня – это именно тот самый титул среди любителей «Мистер Вселенная». Но сейчас вы профессионал? Да, перешел к профессионалу. Согласны, что этот год, наверное, самый удачный в вашей карьере? Европа, мир, престижный турнир в Сингапуре – и все это среди профессионалов? Да, это самая вышка, я считаю. Многое достигнуто. Есть дальше к чему стремиться? Ну, конечно, среди профессионалов можно двигаться вообще дальше. Я так же планирую, потому что спорт бросать я не хочу. А тренироваться бесцельно как-то неинтересно. Поэтому буду ставить новую задачу и выступать дальше. А если говорить вообще в планах в целом, то хочется, конечно, открыть свой тренажерный зал. И, ну, не побоюсь этого сказать, хочу свою собственную школу по подготовке мужчин вообще к жизни. Это физподготовка, личностный рост, культура речи, манера речи, общение с народом. Да, чтобы наши русские традиции как бы не забывались. Вот об этом вот речь. Хочется такую школу. И вдохновлять молодежь, чтобы они любили родину и стремились, хотели пойти в армию, как это сделал я в свои годы. Я отслужил в армии, был во второй сеченской кампании, воевал полгода. Вот. И я мечтал попасть в армию, потому что мой дед, он герой Советского Союза, полковник, прошел всю Великую Отечественную войну, получил два ранения. И вот он, живя в Москве, приезжал в гости, рассказывал мне свои фронтовые истории. И вот именно он меня вдохновил, ну, вообще на этот путь. Это два человека, получается, Арнольд Шварценеггер и мой дед. А Шварценеггер у вас возник в каком возрасте? В каком возрасте вы прикипели к железу? В пятом классе, значит, я вообще пошел в карате, потому что я был слабым, самым слабым, наверное, учеником в классе. Все обижали, издевались. Не самый большой? Нет, я был самым худым. Я не мог ни подтянуться, ни отжаться на это от пола. Вот. И записался, как только открылась у нас секция карате, записался туда. Успехи пришли очень быстро, потому что я тренировался не только там, но еще и дома. По два часа каждый день, каждый вечер, очень упорно, да. Ну, слишком сильно меня обижали. Была большая мотивация. Вот. А потом увидел в восьмом классе, увидел на экране Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор». Я тогда и не знал, что такой существует вид спорта, бодибилдинг. И никто тоже не знал. Я в школу пришел и спрашиваю, что это, как это вообще достичь. Никто не знает. Ну, нашелся какой-то один человек, который говорит, это нужно ходить в тренажерный зал, заниматься, да. Ну, тогда даже слова «качалка» не было. Да-да, в те времена не было такого слова. Как-то не помню, как его назвали. Ну, в общем, зал назывался «Зал атлетической гимнастики», да. Я жил на нижней террасе, вот там колледж, и в этом колледже был зал атлетической гимнастики. Я туда пришел, начал заниматься, но мне сказали, дорогой, тебе сколько лет? Я говорю, 14, а можно было только 16 приступать. Меня выпроводили из зала, и остались в моем распоряжении турник и брусья возле дома. И я регулярно, утром зарядка, вечером основная тренировка занимался. Самостоятельно? Да, самостоятельно. А потом, когда уже 16 лет исполнилось, пришел в тренажерный зал и продолжил тренировки, уже полноценные. Спустя два года ушел в армию. И интересная история. Будучи в Чечне, когда шли боевые действия, я нашел колесо, два колеса от плуга и лом. Смастерил самодельную штангу, возил с собой и тренировался. Это период затиши. И когда друзья видели это, говорили, брось это дело. Типа, мы все равно не выживем. Хоть поживи спокойно, последние деньки. Тогда, правда, было тяжело. У нас более 300 человек уехало, вернуло 60 живых. Несмотря на это, я никого не слушал, продолжал заниматься. Все крутили у виска головой, говорили, ты ненормальный. Я говорю, а я стану как Арнольд. Все хихихиха, но тем не менее так и вышло. И вы, наш земляк, вынуждены были все-таки уехать из города. Почему? Бодибилдинг. Вообще, я тут не нашел дальнейшего роста. В 2008 году я начал успешно выступать, но как бы застопорился, прогресс застопорился. И нужен был очень квалифицированный тренер. И именно по подготовке к соревнованиям, чтобы правильно вести себя на сцене, правильно позировать, правильно подавать себя, нужно же еще и быть уверенным. То есть, здесь нужен тренер обязательный? Да, он должен быть, да, не только как бы и только по железу, но еще и психологически должен быть, очень хорошо готовить психологически спортсмена. И поступило предложение переехать в Екатеринбург. Кирилл Булатов меня пригласил тогда. Я вот к нему уехал. Целый год тренировался, учился. Как раз моя мечта еще была стать тренером. Вот меня отучили на тренера. Очень успешно. И не боюсь этого слова. Я сейчас являюсь... Ну вот в Самаре мне в 2014 году дали награду лучший тренер года. Алекс Фитнес вручил, я ездил в Москву. Так что все получилось. После Екатеринбурга уже Самара. Да, я вернулся в Ульяновск, здесь, тут поездил по залам, но, конечно, с Екатеринбургом по сравнению персоналки там и здесь разительно отличались. И я прикинул, как-то, ну, не выгодно вообще, а в Самаре цены хорошие. В Москву, вот много предложений было в Москву, там, конечно, еще лучше и зарплаты, и вообще все остальное. Но Москва как большой муравейник, если честно, мне туда не хочется из-за этого. А Самара меня устраивает. И Ульяновск близко. Я приезжаю сюда к родителям регулярно. Дочь у меня тут растет, десятилетняя. Вот, ее навещаю, приезжаю. Дочь со спортом связана? Ну, а пока еще, как бы, нет. Она ходит в бассейн, я не спешу. А в дальнейшем, конечно, надеюсь, что смогу ввести в большой спорт. Вот эти переезды все связаны с тем, что бодибилдинг все-таки, это профессиональный бодибилдинг, дорогой вид спорта. Дорогой вид спорта, да. Ну, наверное, не дороже шайбы или там, и футбол, я имею в виду, все относительно, конечно. Ну, футбол, футболе там, но это вообще другие вещи. Тут небо и земля, тут сравнивать как-то их нельзя сравнить даже. Ведь это можно, например, сравнить автомобиль, Запорожец и Порше. А тут вообще разные совершенно виды спорта, и даже сравнить они никак не получается. Вот для того, чтобы стать таким сильным, красивым, что надо кушать, что должен есть спортсмен? Во-первых, да, правильно сбалансированное питание. Это белки, жиры, углеводы. И помимо питания должен быть полноценный отдых, это сон не менее 9 часов. Значит, белка нужно съедать для хорошего мышечного роста 2 грамма белка на килограмм веса тела. Если, к примеру, человек весит 70 килограмм, значит, 140 грамм белка он должен съедать. Углеводов минимум в два раза больше. Ну, это кому как, это все индивидуально подбирается. Вот, из питания только здоровые продукты. Углеводы это рис, овсянка, гречка. А из белка это яйца, кисломолочные продукты, творог, если удается их, конечно, найти. Сейчас очень много уже некачественной продукции. Значит, курица, по возможности, конечно, грудку, потому что в грудке не так много вредных веществ. И индейка. Индейка, как сейчас говорят, вот курицу уже напичкивают химикатами, а индейка умирает от химикатов. Поэтому она чистая, да. Я кушаю индейку и рыбу. Но иногда яйца как-то не особо идут. Индейка, рыба, индейка, рыба. Ну вот, ваше любимое блюдо? Шашлык. Шашлык из свинины и жареная картошка. Хотя это не очень здорово, но я ем-то нерегулярно. Это, как говорится, по выходным, по праздникам. А в остальные дни все четко по расписанию. Все. Рис, курица, овсянка. Ну, то есть вы едите больше, чем обычный человек? Ну, да, конечно, больше. Трехразовое питание мне не подходит. Я с голода умираю. Все два года в армии находясь, у меня уж обмен веществ был раскручен. Я был привыкший. Вот не мог дожить. Да, от завтрака до обеда, от обеда до ужина было тяжело. Только мысли были о еде. Плюс физические нагрузки, умственные нагрузки. В армии муштровали, конечно, очень жестко. Но благодаря этому я просто такую школу прошел жизненную. Что теперь мне жить намного легче, чем вот я смотрю на молодежь. Ну, блин. Очень хочется эту ситуацию исправить. Я, насколько мне хватит сил, я приложу все усилия, чтобы это исправлять. Чтобы мотивировать молодежь. И чтобы они тренировались, питались, не такой образ жизни были, как сейчас дискотеки, компьютеры, сидение дома. Лишний раз пробежаться лень, в тренажерный зал лень. Нет, конечно, сейчас и мода. Сейчас ходят люди в тренажерные залы, но их не так много. Большинство все равно на улицах, либо дома за компьютерами. Сколько часов в день вы тренируетесь? Многие думают, что я живу в тренажерном зале. Это, конечно же, не так. Нагрузка должна быть лимитирована по времени. Это полтора часа. Но за полтора часа нужно выложиться так, чтобы потом еле ноги волочить. Это только профессионального спорта касается. Это я именно про себя говорю. Вот. Три-четыре тренировки в неделю, не больше. Каждый день я не занимаюсь. Потому что центральная нервная система тоже перегружается, ей нужен отдых. И, соответственно, сон уже девять часов не хватает. Десять, а то и одиннадцать часов после тяжелой тренировки приходится спать. Если не досыпаю ночью, то добавляю один час днем. А если не хочется спать? А, если не хочется, нет. Заставлять не нужно. Спать хочется. А если не хочется спать, значит, все нормально. Значит, восстановление идет хорошее. Вы часто не путешествуете, выезжаете на соревнованиях. Наверное, их много в течение года. В это время, наверное, коротаете, может быть, фильмы смотрите. Есть любимый фильм? Любимый фильм? Ну, мне сейчас последний. Мне вообще нравится жанр экшен, фэнтези. Белодрамы иногда. Редко комедии. Вот так. Да, люблю походы в кино. Очень люблю. Нравится с фильма сейчас. Вот с «Скалой» Двейн Джонсон. Такой актер хороший. Если есть свободное время дома, мне же тренировка, вы говорите, я должен отдыхать. Чем вы занимаетесь? Есть хобби? Хобби, да. Я еще, помимо того, вчера так удивились. Я проводил семинар. Говорю, я писатель. У всех так глаза на лоб вылезли. Я действительно хорошо пишу. Я этим как бы даже не хвастаюсь. Это прям вот факт. Я начал писать. То есть до «Армии» я очень любил читать. Я читал книги различного рода. А потом из «Армии» регулярно, вот каждую неделю, буквально полчетвертия на каждое письмо. Мне говорят, что ты можешь там писать? Я говорю, я пишу свои мысли, свои ощущения вообще. Не просто, что я там пошел покушал, а что я чувствую, что я вообще вижу. И развивался, развивался. В течение двух лет я писал письма. И в итоге писательство у меня пошло. Сейчас Дмитрием Сильновым, он журналист, вы же его знаете, да? Начали писать книгу обо мне. Он предложил мне не автобиографию писать, а в виде романа. Тоже все на фактах, но имена героя, мое имя и его вымышленные. И когда эта книга должна, грубо говоря, вы ее планируете писать долго? Ну, мы сроки конкретно не поставили, хотели бы по возможности более подробно все изложить, чтобы было интересно, но вот пока сейчас получается очень интересно. Хотим, хотим, чтобы эта книга прям цепляла, не просто какая-то книжонка была, а вот она, чтобы вышла в рейтинг лучших книг. В школе вы как учились? В школе не очень хорошо. Русские литература меня очень увлекло, начиная как раз с 8 класса. Вот когда я увидел Арнольда, все это у меня пошла мотивация, не только в спорте, но я еще и начал как раз и стихотворение, я вот прям лучше всех рассказывал, когда нужно было учить, там, изложение. Начал диктанты писать, все же запятые, у всех запятые-то запятые тогда были, у меня все начали списывать, а хотя все сначала, как говорили, Андрей, там троечник, шокин троечник, что там у него, а потом посмотрю, отличники заглядывают, где-то распятую поставить. Вот во всем классе у меня пошло полностью развитие, да, вот русский литературу очень полюбил, особенно литературу, потому что я много читал. Вот все-таки бодибилдинг это больше красота и гармония, или это все-таки сила? А тут все совмещается, почему мне и нравится этот спорт, потому что тут и сила, и красота, и не только физическое развитие, но и духовное. Но когда этот спорт, уже в него вникаешь глубоко, не просто ходишь там, фитнес занимаешься в свободное время, а именно посвящаешь этому жизнь, как вот у меня, это теперь не просто хобби, а образ жизни, то есть все связано вокруг бодибилдинга. Это позволяет развиваться не только физически, но и духовно. Я читаю книги по личностному, росту, хожу на различного рода тренинги по личному росту. Мне все это нравится, потому что я убежден, что мы пришли вообще в эту жизнь, на планету Земля, чтобы развиваться как физически, так и духовно. И бодибилдинг это не только строительство тела, но и строительство духа. Вот так. Тренировки профессионала очень тяжелые, изнурительные. На больничном часто бываешь? В последний год, слава богу, не болел практически. Ну, был, может, один раз, я и то не припомню, наверное, была легкая какая-то. Поэтому главное в нашем спорте это восстановление и сон. Если он есть, то болезнь не прилипает. А вот если чуть запустил, не досыпает, один, другой, третий день, четвертый, накладывается усталость, и тогда заболеваешь. Организм сам говорит, что нужно взять небольшой отдых и полежать дома на больничной койке. Чемпионат мира сейчас по футболу идет. Вообще, как футбол относишься? Смотришь игры? Футбол, вот я признаюсь, никогда в него не играл, ни в детстве, но он неинтересен. Хотя все равно слежу с интересом за тем, как наши игры играли уже теперь, потому что не вышли они в финал, было очень здорово. Он на игру не попал, потому что как раз совпало с моим графиком соревнований. А вообще, у нас в Самаре построили большой стадион, и вот я все хотел попасть туда, 45 тысяч человек, народу, все-таки такие эмоции. Скажи, вот с твоей фактурой, с твоими успехами, были ли предложения сняться в кино? Предложения были, но было это в Самаре в прошлом году, мы даже начали съемки, но сказали, что вот все это будет на альтруизме, а съемки происходили и ночью, и нужно было выезжать куда-то за город и в соседний город переезжать. Я говорю, я к этому не готов, говорю, бесплатно, что-то мне не хочется, да, потому что у меня тренировки, подготовка, ну вот предложение было хорошее. Фильм, кстати, выйдет, я там что-то сколько-то секунд-то в эпизодической роли велик, ну. Про своего кумира, вот Арнольд Чварценегин, в жизни не удалось с ним встретиться? В жизни не удалось, а вообще очень хотелось бы повидать его и поблагодарить за все, потому что именно он перевернул всю мою жизнь. Я достиг таких высот только благодаря этому человеку, хотя, да, так интересно, что не видел его и не общался никогда, ну вот такая была мощная мотивация. Ну веришь, что это может все-таки случиться? Ну конечно, верю, да. Ну и, наверное, ближайшие планы, когда снова тебя на подиуме могут лицезреть люди? Твои ближайшие крупные старты? В общем, сейчас, если... Европа и мир, это серьезно два старта прошли теперь. Да, да, и Мистер Вселенная, это еще, это самый высший вообще титул в нашей Федерации. Сейчас хочу отдохнуть, немножко организм привести в порядок после таких физических нагрузок. Я все время провожу полный осмотр организма, это сердце, печень, почки, нужно все проверить, если что-то не так, дать отдых и какое-то лечение провести. И после этого уже там посмотрим, еще календарь соревнований точного пока нету, поэтому, ну, как бы планы на осень, а когда там именно, не знаю, может быть в ноябре. Но еще посмотрим, как бы у нас с моей женой сейчас идет полным ходом развития бизнеса, поэтому, может быть, стоит время уделить больше развитию бизнеса, соревнованиям чуть-чуть повременить и переложить их на весну. Вот. И так будет полезнее даже для организма, он больше отдохнет и потом будет больше прогресса. Все-таки крайний вот такой вопрос. Вы за два дня, я знаю, то, что я знаю, дали много интервью, много общались с журналистами. Самый часто задаваемый тебе вопрос, что чаще на удивление, в этот раз вопросы были разнообразными и не повторялись. Но если забегать дальше, там, назад, назад, то самый частый вопрос, ну, сколько нужно, вы тренируетесь каждый день и сколько вы едите. Тренировки еда. И на третьем месте, наверное, где вы покупаете себе одежду. Где вы покупаете одежду? А сейчас открываются множество спортивных магазинов именно для культуристов, для бодибилдеров. Одежда приводится из-за границы, из Америки. Отовсюду, в общем, там шьются, там она шьется, все уже по размеру, даже больше. Я спокойно влезаю. Раньше была настоящая проблема, я не знал, где одеваться, на руки, и на плечи не лезли, и на ноги одежда не лезла в наших обычных магазинах. Сейчас с этим все хорошо? Да. Андрей, я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на все наши вопросы, я думаю, зрителям будет интересно ваше участие, наша земля, 38 лет, еще все впереди, и мы будем равняться во многом на вас. Спасибо большое. Спасибо. Был очень рад.